Приветствую вас! Я бы сказал, что делать нужно две вещи. Во-первых, как вам правильно порекомендовали наши эксперты, в частности Лиди, вам нужно обратиться к сексологу, для того, чтобы он определил вашу истинную ориентацию и помог сбросить вот эти вот противоречия, то есть сомнения в себе. Но, также вам нужно поработать, на мой взгляд, и с психологом, потому что у вас есть внутреннее противоречие, большое такое внутреннее противоречие, я бы сказал. Связано оно с тем, что вы не хотите, не желаете принимать сами себя. И сразу возникает к вам вопрос о том, почему вы не хотите себя, собственно говоря, принимать. То есть, откуда вот это у вас взялось, что вы не принимаете себя таким, какой вы есть? Может быть, всему виной социальная среда, в которой вы росли. Может быть, всему виной отношение людей, менталитет к тому, что вы у себя чувствуете. Может быть, что-то еще. Но в любом случае, чтобы это ни было, нужно проработать вот этот аспект, для того, чтобы вы освободились, по крайней мере, от внешнего влияния. Потому что общество таковое, что оно стремится подмять под себя важенство людей, оно стремится сделать так, чтобы люди были, ну, если не одинаковыми, то хотя бы действовали в одном ключе. И если кто-то не вписывается в это, если кто-то не вписывается в то, что уготовило для него общество, вот скажем так, то человек автоматически ставит себя как бы вне этого самого общества. Проблема в том, что вы воспринимаете какие-то общественные рамки как истинные, как единственные верные, а в действительности это, конечно же, не так. Потому что не могут быть естественными рамками те, которые мешают вам принимать себя. Таким образом, необходимо проработать то, в чем вы не уверены по отношению к себе, почему вы не хотите быть тем, например, кто вы есть, что вам мешает, какие установки вам мешают именно. Говорить об этом можно очень много на самом деле, но мне бы не хотелось, потому что легко достаточно навредить человеку, говоря о таких аспектах, аспектах и, соответственно, вредить вам, я не хочу. То есть, нужно исходить из корня вашей проблемы. Вы пишете о наличии у себя определенной ориентации на жертв. Откуда вы это взяли? Не ошибаетесь ли вы? Далее, вы пишете, я гей, почему вы так решили, вы не хотите им быть, почему вы не хотите им быть. Далее, вам нравятся парни. В каком смысле вам нравятся парни? Что именно, как именно проявляется ваша симпатия к ним? Вот это все нужно обязательно с вами прорабатывать, и тогда будет у вас более четкая схема того, что вообще с вами происходит. Потому что пока можно сказать, что вы просто вот эту вот вершину айдерга показали, но в глубине проблем может быть совсем в другом. Например, у вас могут быть проблемы с общением и взаимодействием непосредственно с женским полом, и из-за того, что с ним отношения построить не получается, например, вы просто-напросто, как бы, начали подспудно реализовывать свои желания на мужчин, допустим. Возможно и другая, возможно и другая причина, но с ней нужно раздражаться. Сначала я рекомендовал бы вам ответить на вот эти вопросы, а потом уже будет видно, в чем именно строится проблема, и как именно эту проблему можно будет решать. Пожалуй, на этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам, хотя, безусловно, не очень вам в данном случае поможет ответ, потому что вот так вот в формате ответа на такой короткий вопрос вряд ли можно оказать приоритетную помощь вам. Но, тем не менее, уважаемый Сергей, вы спрашиваете, что вам делать, и я вам совершенно однозначно говорю, что вам нужно к сексологу и к психологу. И вот эти два человека помогут вам решить вашу проблему. Наиболее полно и наиболее всесторонно, да, чтобы не было, чтобы не оставалось никаких пробев, пробев. Потому что, если, например, вы обратитесь только к психологу, да, то есть, ну, такому психологу чистому, то это будет одно. Если обратитесь только к сексологу, то это будет совсем другое. Все вместе, как раз таки, и поможет вам решить все ваши проблемы. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.